Всем привет, меня зовут Ник и сегодня мы будем говорить про дизайн, про мои самые недавние проекты. Я вот взял ноутбук и сегодня буду показывать вам, рассказывать про мои самые недавние проекты. То есть, что я в них сделал, какие были идеи, какие были референсы, какая была задача, какие тренды я использовал. И мне сегодня говорить про два проекта. Это Садыба Барбана, это киевская инициатива активистов, которые хотят защитить здание от полного уничтожения и постройки на него месте другого здания, то есть это уничтожение паблик спейса. И его защита Садыба Барбана. Это первый проект, который я закончил и успешно считаю. Вот, что здесь вообще я сделал? Ну, в начале, в самом мне, что скинула, какую задачу Маша, с которой я работал. Она написала мне, Ник, нам нужно нарисовать здание и на это здание должно быть вот как келиты Украины. Ну, похоже хотя бы, да, чуть-чуть. Потому что у них красиво сделано, у них это кейс, который сработал и пиар должен быть похожим. Я, соответственно, взял картинку, фотографию с Хмарачоса, это такое медиа киевское, про урбанистику. И взял и нарисовал такой аутлайн. Аутлайн или нарисовал линии вокруг очертания этого здания. К сожалению, у меня было только, ну или, к сожалению, только фасад этого здания одной стороны, а другие стороны я не видел. Поэтому у нас получилось так, что у нас есть только фасад на очертания, а в виде Украины просто были в профиль, так сказать, в три четверти, если так можно сказать, иллюстрация, вот. И получилось вот, что получилось. Дальше я закончил вот эту вот иллюстрацию, да, вот это очертание схематическое. Добавил туда цвета немножко. Мы выбрали, я выбрал зеленый цвет, а Маша попросила, чтобы фон был сиреневым. Ну и комбинация получилась довольно неплохая, такая современная и необычная, да. То есть действительно есть какое-то даже ощущение то ли элитности этого здания, элитности архитектуры этого здания, его классичности, вот этот, ну королевский сиреневый и спокойный зеленый, который ассоциируется с зеленью, которая у входа в это здание есть, да. Вот. И второе, что я сделал для этого проекта, это я нарисовал такие надписи на планшетике. Я нарисовал их на планшете, говорю, сейчас я даже покажу вам, как он выглядит у меня, чтобы вы удивились. Сейчас зарядку я возьму. Вот мой планшетик, и вот так вот он выглядит, и я на таком планшете, ну, он типа сломан здесь экран, и я его раздавил недавно, пока не починил, но починил, конечно же. Вот, но я на таком планшете, у которого чуть ли не осколки можно вогнать в пальцы, я нарисовал эту надпись Садыва Барбана, и получилось у меня нарисовать эту надпись. Я ее сначала сделал, я сделал из нее маску, и нарисовал там разными кистями узор внутри, но мне потом это не понравилось, я решил упростить и просто залить это одним цветом. Вот. Перенес это все в фигму, и здесь уже редактировал цвет, поэтому тут можно посмотреть, что здесь вот, например, все в порядке, да, обычная такая картинка, а здесь уже я немножко поигрался с настройками этой картинки, и получилось, что она стала черно-белой, или там, ну да, черно-белой, или какая-то белая еще была, может быть, или нет. Ну ладно. Вот еще я предложил использовать такой шрифт, он, по-моему, бесплатный, Броплут, но они не заценили. Ну и я, если честно, тоже не заценивал, просто как-то в конце запаниковал, решил, что нужно какую-то альтернативу предложить, и предложил такой шрифт. Мне показался он довольно интересным, но, возможно, мало читабельным. Вот, кстати, еще насчет вот этой надписи, которую я нарисовал на планшетике, попросили сделать S-ку чуть меньше, то есть если вот этот верхний вариант, это старая версия, то внизу вот эта версия это новая, то есть букву S я немножко откорректировал. Да, и еще у меня была такая глупая ошибка, я, в общем, неправильно произнес слово, я написал сначала Бурбана, потом перерисовывал на Барбана, поэтому будьте внимательны, когда пишите слова незнакомые. Ну, вообще, такая проблема, она очень распространенная, и не знать, ну, каких-то деятелей фамилии, я вот... Ну ладно, не буду говорить, это уже личная информация такая, может, когда-нибудь, когда перееду отсюда. Так, дальше я сделал обложку для ивента. Честно, не помню, какую выбрали, по-моему, по-моему, вот это выбрали, с забудовой логотипом. Честно, не знаю, что такое забудова, не искал в интернете, что это за организация, но они против застройки, вот это я знаю точно. Вот, ну и, конечно же, мне это тоже близко по духу, я занимался урбанистикой в свое время, ну, чуть-чуть, не очень вдохновленный, я так скажу, но занимался. Дальше у нас есть такая афишка, афишка, которая финально выглядела вот так. И здесь у нас тоже логотип, текст афиши, и меня попросили добавить сюда фото спикера и лекторок. То есть это будет поэтический ветер, если я не ошибаюсь, был. Вот, и он тоже происходил вот на территории насады Барбана. И насчет дизайна хочу сказать, что это печатная продукция, и ее печатали. Вот, у меня даже где-то есть фотография, но я пока не буду показывать, что она в переписках. Может, я потом в режиме редактирования монтажа это добавлю в фотографию. Ну, просто напечатали эту штучку, вот. Это, по-моему, А3 плакат. Для А3 я искал в интернете разрешение, в пиксели переводил сантиметры. Надо искать, конечно же, чтобы напечатать в правильном размере, вот. Потом еще был такой баннер, тоже самое я сделал, перевел сантиметры в пиксели. И, да, здесь тоже такой вот логотип, схематическое изображение, печать, текст, QR-код попросили меня сделать. В общем, все это сделано было в коллаборации. Вот. С, как бы, заказчиком, с Толей и Машей. Они замечательные люди, очень мне понравилось с ними работать. Надеюсь, им тоже со мной понравилось работать. Надеюсь, все, что это получится, по крайней мере, в ближайшем или дальнейшем будущем. Вот. Ну и, соответственно, они сделали еще Instagram-страничку и, возможно, Facebook-страничку. В Facebook я просто мало захожу в последнее время и не проверяю. Вот. Поэтому, да. И это было всего проекта Садова Барбана. А по поводу следующего проекта я вам расскажу в следующем видео. Пока. Пока.